В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 40 миллионов из местного бюджета. Реализует ли проекты, проигравшие на конкурсе? Вам решать. Реки на дорогах и затопленные квартиры. Как Саров справился с последствиями непогоды? Конь, русалка, девочка и пчелы с сотами. Четыре новые скульптуры установили в Сарове. Далее расскажем обо всем подробно. Найти деньги в местной казне и реализовать проекты, которые не выиграли, в конкурсе вам решать, предложили депутаты. Напомним, на конкурс Саров заявил 20 проектов. Прошли отбор и получили областное софинансирование. Лишь 8 из них. Остальные 12 остались планами на бумагах. Народные избранники решили это исправить. 8 проектов в рамках конкурса «Вам решать» получили софинансирование из областного бюджета. Их реализуют до конца года. Остальные 12 не набрали нужного количества голосов. 9 депутатов решили исправить ситуацию и вышли с предложением найти деньги на реализацию не выигравших проектов в городской казне. Объяснили это просто. В течение долгого времени людям расписывали преимущества новых объектов. И теперь нельзя обмануть ожидания горожан. Не то, чтобы им прям обещали, что проект будет реализован, но во всяком случае мы понимаем, что, как правило, жители воспринимают эту историю именно так. Если они оказали поддержку, они уже ждут какого-то ответа. И то, что эта процедура конкурсная, то, что здесь есть определенная состязательность, здесь есть… Это очень трудно людям объяснять. Реализация проектов в рамках конкурса «Вам решать» проходит на условиях софинансирования. Причем большую часть средств предоставляет областной бюджет. 20 проектов выставили на конкурс, исходя из максимальной суммы, которую мог бы позволить себе город. На проекты, которые не выиграли, необходимо 40 миллионов рублей. Без поддержки области всю эту сумму нужно найти в местной казне. Надо всего сейчас найти 40, из которых могло бы быть своих 15 и 25 областных. Сегодня надо найти полностью 40. Сегодня таких средств в бюджете нет. Предложения депутаты обсуждали долго. По ходу дискуссии пытаясь найти и ответ на вопрос, почему такая большая часть проектов осталась за бортом. К следующему году народные избранники надеются выработать механизмы, которые позволят сделать каждый проект выигрышным. Пока же предлагают хотя бы частично поддержать идеи, которые не получили софинансирования. Из каждого проекта, например, по согласованию с администрацией, выбрать какой-то участок, наиболее тот, который нужно сделать, и его сделать. Пусть это все наносится в 10 раз будет меньше. Частично, где самый участок плохой, из-за которого все это рождалось, его бы сделать надо. Принятие такого решения мы с вами абсолютно нивелируем вообще понятие инициативного бюджетирования. То есть мы определяем горожанную позицию, что можно быть инертными, не быть активными, не принимать участие в голосовании. Потому что за вас все равно потом все сделают, и все равно потом будет удовлетворено ваше мечтание. Мы абсолютно с вами не имеем права дискредитировать понятие инициативного бюджетирования. Поправку депутатов вынесли на согласительную комиссию. Именно там будут решать, есть ли возможность найти в казне средства на реализацию проектов аутсайдеров. Окончательное решение по корректировке бюджета народные избранники примут на заседании Думы. Саров справился с последствиями непогоды, сообщают специалисты ДГХ. Проблемы со сточными водами возникли на проездах Ахтямова и Дмитриева, улицах Южной, Речной, Менделеева и Нижегородской. Там сотрудники ДЭПа откачивали воду помпами. Подтопление ликвидировали также на улицах Силкина и Куйбышева. Около 80 обращений в адрес центра ЖКХ и администрации по протечкам кровли поступило на этой неделе. Все адреса на контроле в департаменте городского хозяйства. Сыровчанам напоминают, если в результате затопления квартиры имуществу причинен ущерб, гражданин вправе обратиться в суд с исковым заявлением о его возмещении. Удар стихии пришелся также и на ливневую канализацию. С части подтопления территории. В целом, особых подтоплений улиц города Сарова, где есть система ливневой канализации, вообще не было. И в целом, система ливневой канализации справилась с таким потоком ливневых сточных вод. Но за исключением Куйбышева и Силкина, где проблема уже давно, уже на протяжении больше 20-30 лет существует. Там, где требуется реконструкция. Одна из самых критичных точек города – Нижегородская, 16. Там сотрудники ДЭП откачивают воду. В зоне подтопления из-за нарушения уровня городской застройки оказались улицы Менделеева, проезда Ахтемова, некоторые дома на Речной Южной. На этой территории специалисты ДЭПа откачивают воду помпами. Дожди за сутки существенно подняли уровень реки Сатис. Такое явление наблюдают впервые за 25 лет. Вода пришла из заповедника, где после сильных пожаров образовалось немало родников и болот. С одной стороны, для природы это очень хорошо. Мы рады, что наконец-то река у нас немножко вздохнула. Но с другой стороны, мы старались обеспечить такие уровни воды, чтобы и немножко действительно обеспечить наполняемость реки. Потому что в последнее время поступает очень много обращений граждан о том, что река высыхает и очень низкий уровень воды. Но и с другой стороны, нам нужно было контролировать, чтобы не подтопить садоводческое товариство Гагарина. Система ливневой канализации постоянно находится под контролем эксплуатирующей организации. Решетки и колодцы регулярно очищают, сообщили в ДГХ. Саров готовится к новым капризам погоды. ДЭП с администрацией проводят работы по внедрению новых типов колодцев. О результатах расскажут в ближайшее время. В случаях подтопления домов горожан просят обращаться в ДГХ по телефону 9-77-06. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Более трех тысяч писем от нижегородских школьников получат военнослужащие СВО. Акцию «Соединяем людей» запустили в преддверии Дня Победы, но ребята продолжили писать письма и в летние каникулы. Сами военнослужащие на встречах с молодежью признаются, что хранят маленькие треугольники с детским почерком и рисунками. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Если с вашего счета украли деньги, банки будут возвращать их. Такой закон приняли в Госдуме. Подозрительные операции начнут проверять по специальной базе Центробанка. Если деньги перевели без согласия клиента на российский счет, оператор вернет их в течение 30 дней после подачи заявления. На зарубежной – до 60 дней. Если же человек самостоятельно перечислил деньги злоумышленнику, то банк заморозит их на два дня. За это время отправитель сможет поменять решение и не подтверждать перевод. Усыпление здоровых домашних животных попало под запрет. Новые положения, поднимающие планку гуманного отношения к животным, прописаны в законе об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Теперь по закону можно будет усыпить только неизлечимо больное животное, которое испытывает страдания. Уникальные артефакты X века нашли археологи в древнем могильнике под Вачей. Прошлой осенью археологи определили, что на одном из участков в Вачском районе есть могильник финно-угорского племени Мурова VIII-X веков. Специалисты нашли там керамические сосуды и металлические украшения. Четыре новые скульптуры установили в Сарове. Из Ваяния город получил в подарок от Заречного. Композиции создали в рамках Всероссийского симпозиума скульпторов. Наш корреспондент Ирина Вышегородцева выяснила, как к произведениям современного искусства относятся саровчане. Как только в интернете я увидела фотографию данного арт-объекта, то сначала не поняла, кто это или что это. Пришлось даже обращаться за помощью к друзьям. На что получила ответ «Ира, это же современное искусство!» После чего посмотрела и увидела, что оказывается это конь. Таких арт-объектов в нашем городе еще три. И все они приехали к нам из города Заречный. Давайте узнаем у саровчан, как они относятся к новому современному искусству. Пойдемте. Мне нравится статуя, и это лошадь. Но она красивая и добавляет живности в эту школу. А ты сразу понял, что это лошадь? Да. Вот что значит «современное искусство». Сколько тебе лет? Восемь. Вот, для восьмилетних, мне кажется, рассчитаны эти статуи. Представляете, идете вы вечером по парку, свежо, хорошо, фонарики горят, все здорово. И тут из кустов выпрыгивает статуя. Страшно? Вот и мне было страшно. Ну, все как бы вписывается в общий ландшафт. Хорошо, красиво. Это очень нравится нам всем. Это развивает культуру человека. Очень интересно смотреть на всякие эти статы и арт-объекты. Я вот приехала сюда раз в год, приезжаю, каждый раз удивляюсь чему-то новому в этом парке. Мне очень нравится. А на этом арт-объекте изображены то ли мухи, то ли пчелы. Но если присмотреться, то здесь есть соты. Интересно, какой мед готовят мухи, похожие на пчел? Или пчелы, похожие на мух? Нет. Такой бы мед я точно не стала пробовать. Да, интересно, вот там скульптура при входе, которая, мне кажется, она так очень уместна. Единственное, сейчас мы ходили вот по берегу, там русалка, она, мне кажется, лучше ее куда-то сместить. Она бы лучше смотрела сюда, вот в сторону моста. А так все замечательно. Да все равно. Не понимаю вообще, что это за стату, для чего она. Там что-то написано. Я не видел, поэтому я не могу какие-то заключения делать. Если не видел я ничего, я ничего не буду говорить. Ну, не знаю, для меня как-то бессмысленно. Бессмысленно? Зачем мне это стоять, да. Это только украшает. Детям интересно. Сфотографируется есть где. Только все бы аккуратно обращались бы. Да, не ломали бы только. А так все дети. Вот мы специально приехали. На статуи посмотрели? Ну, нет. И на статуи тоже. Только вот очень неплохо, что почему-то летом не работают карусели. Как вы уже поняли, что от данных скульптур я не в восторге. Но если честно, то мне кажется, что руководство Заречного решило просто избавиться от этих статуй и подарило их нам. Ну, а мы, в свою очередь, конечно же, их приняли. Ты только мне в страшных снах не снись. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Константин Островский. Саровские пожарные проводили своего коллегу на заслуженный отдых. Начальник службы пожаротушения Александр Кашкарихин отдал пожарной службе 28 лет. Боролся с возгораниями в Сарове, а также тушил пожар в Мордовском заповеднике. Он удостоен ордена мужества и медали за отвагу на пожаре. По традиции, под аплодисменты его и сирен огнеборцы облили водой из пожарных рукавов. Такой ритуал означает символическое смывание сажи и копоти, накопившихся за годы службы. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 14 по 16 июля там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства, пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать. Главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя. И попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, что это не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. А три килограмма цветочно-липового и гречишного – за полторы тысячи. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 14 по 16 июля с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА